Сначала участники муниципального совета посетили детский сад номер 23 на улице Верхнепролетарская. Он открылся в прошлом году. Ухоженная территория, безопасные современные площадки, везде резиновое покрытие. Есть даже небольшой огород, на котором малыши сами выращивают овощи. Внутри просторные игровые спальни, музыкальный и физкультурный зал. Была идея и задумка, которую мы воплотили в жизнь. Это комната, в которой могли бы собираться родители, ждать своих детишек, тоже получать некую эмоциональную разгрузку после рабочего дня или там утром, когда отстояли в пробках и привезли детей. Особая горлость персонала – бассейн. Он большой, и дети в нем могут не просто плескаться, а научиться плавать. За год выявились и недочеты, допущенные в строительстве. В некоторых местах на внутренней отделке пошли трещины, которые глава потребовал устранить. Следующая точка маршрута – центральный Одинцовский рынок. Здесь участники выездного совещания посетили павильоны «Крымское подворье» и «Подмосковные фермы». Оба магазина открылись в этом году и уже завоевали любовь покупателей приемлемыми ценами и богатым ассортиментом продукции. Фрукты и овощи, колбасные и мясные изделия, чай и сладости, орехи и мед, рыба, консервы и соленья – все свежее и натуральное. Если хотите сделать простоквашу, вы его просто на ночь оставляете, и получается настоящий простокваш практически как сметана. Я просто саму уже несколько раз пробовала. В холодильнике трое суток. В детском холодильнике... А потом, хорошо, товар, который не за эти трое суток, вы не смогли продать? Мы возвращаем поставщикам, они его на переработку делают. Опять прогоняют? Да, соответственно, молоко из этого получат, который они опять же нам поставляют. Недалеко от павильонов – торговый центр «Одинцовский Арбат», а в нем – стационарный офис Центра государственных и муниципальных услуг «Мои документы». Глава проинспектировал и его. Несколько месяцев назад он уже был здесь вместе с губернатором региона и за жалоб жителей на работу центра. Однако ситуация особо не изменилась. Сейчас нужно ждать, конечно, не очень. Условия вроде неплохие, но сейчас долго. Условия хорошие, хочу сказать. Ну, может, что-то не успевает, может, что-то не отработано у них там какая-то система. Мы как раз вводим, налаживаем, то есть каждый день проверяем работу. Будет лучше, будет минут 15. Дай Бог. А пока обслуживание затягивается. Информационные терминалы зависают, автоматы по продаже еды и напитков грязные, а цены на товар завышены. Глава района пообещал наказать руководителей МФЦ. Следующий пункт назначения – лыжи-роллерная трасса. Ей предстоит стать одной из главных спортивных точек протяжения для всей Московской области. Здесь разместились детская лыжная школа, раздевалки, пункт проката и уютные кафетерии. Но основное развитие трассы еще впереди. Также у нас появится множество зон отдыха. Все эти зоны будут соединяться специальными тропинками удобными, прогулочными для мам, для мам с колясками, для детей, для тех, кто хочет погулять. Тропинки будут подсвечены, появится набережная удобная со скамеечками, появится велотрек, сборный деревянный велотрек, 150 метров с разными препятствиями. В этом сезоне посещаемость трассы выросла в два раза. К следующей зиме ее должны оборудовать освещением и сделать еще удобнее для любителей спорта. После объезда Одинцова участники отправились в волейбольно-спортивный центр на заседание муниципального совета. Перед входом в комплекс их встретил заместитель министра ЖКХ Московской области Алексей Беловодов и выставка коммунальной техники. Образцы многофункциональных машин преимущественно российского производства можно было не только посмотреть, но и протестировать. Андрей Иванов начал заседание муниципального совета. Формат муниципального совета исключительно практический. Это не конференция, не дискуссия на конкретно заданную тему. Это реальная практическая работа, которой мы с вами занимаемся. И все выработанные решения, которые прозвучат на муниципальном совете, будут завестены в протокол. Из них мы создадим, сгенерируем поручения с конкретными сроками, с конкретными исполнителями. Глава подвел итоги инспектирующей поездки. Так, по его словам, промзона города Одинцова со стихийной рекламой, шиномонтажами и мусором нуждается в немедленном благоустройстве. Также Андрей Иванов озвучил свое решение, принятое в ходе инспекции МФЦ. Нужно сегодня уволить директора МФЦ, прям уволить в жесткой форме, за систематическое неуполнение поручения главы. Высокой оценки удостоились павильоны в Одинцовском подворье. Это некий пока эталон того, что мы хотели бы добиться от наших рынков, от мелкооптовой и розничной торговли. Вот такого вида павильоны мы будем строить. И в ближайшее время первые уже аналогичные проекты появятся на Рублево-Успенском шоссе. Цель и задачи в сфере благоустройства Московской области обозначил замминистра ПЖКХ Алексей Беловодов. Он отметил, что закон о благоустройстве должен быть настольной книгой для каждого главы. В Одинцовском районе пройдет комплексное благоустройство дворовых территорий. У нас их 446. До 1 октября облик 59 дворов планируют провести в порядок в соответствии с нормой. Дмитрий Ольховик отчитался о прошедшем полугодии, в том числе и субботниках, которые прошли в Одинцовском районе весной. Мы массово начали облагораживать лыжно-роллерную трассу. И это был первый субботник в Московской области вообще, который состоялся в то время. Мы провели 4 субботника на лыжно-роллерной трассе. Я думаю, что это стало хорошим почином. Мы провели огромную работу, мы выливали общественные организации, молодежные. И это имело большой резонанс. Начинать нужно с себя, с порядка в собственном дворе. И этот посыл, я уверен, жители нашего района и города услышали. В 2015 году в поселениях района появятся 42 детские площадки. А в качестве текущей задачи Ольховик назвал создание муниципальных бюджетных учреждений, городских и сельских поселений для осуществления работ по современному благоустройству. Андрей Гаврилов, советник главы Одинцовского района, познакомил участников совещания с граффити и современным стрит-артом. К 70-летию победы в Одинцово был реализован десяток работ. Унылые старые здания, заборы и технические сооружения – это база для хорошего граффити. Сейчас в Одинцово мы стараемся максимально высоко поднять планку работы, стараемся задать определенный уровень. Все вы знаете о том, что Одинцовский район становится самым передовым районом по теме граффити в Московской области. Мы занимаем призовые места в конкурсах, у нас отвечает губернатор, общественная палата. Закончилась встреча докладом главного архитектора района Кирилла Завражина. Он рассказал о новом облике предприятий розничной торговли и представил концепцию развития пешеходных улиц на примере улицы Маршала Неделина в Одинцово. Анна Макарова, Артем Ломоносов и Леонид Бурдин. Телекомпания Одинцово.